всех приветствую друзья мои сегодня у нас летний теплый день чего и вам желаю во всей жизни планы сегодня у нас были по дому кое-что поделать с утра мне пришло письмо что товары на почты забрать телефон пришел и микрофон сюда видео микрофон так делаю сейчас будет петличный иногда у меня не начало зацеплять вот эту штуку петличка поудобнее будет сейчас посмотрим и так покупать выгодно ребята через сервис smartysale я уже рассказывал небольшую рекламочку начале ролика сервис для умных покупок есть приложение для телефона есть сайт для android и для айфона скачем устанавливаем регистрируемся и начинаем покупать выгодно заходим в приложение выбираем магазин более 1100 магазинов в приложении на телефоне и 2200 на сайте выбираем любой понравишься магазин все популярные магазины есть заходим я обычно через алиэкспресс покупаю раз покупаешь и до пяти процентов возвращаться покупки на счет обратно ну и соответственно если постоянно в интернет магазинах затариваетесь то существенная экономия денег поддержка у них там есть 24 часа в сутки кому чего непонятно можете обратиться и вам все рассказать а там в принципе все понятно ребят зашел зарегистрировался все выбрал магазин по ссылке перешел магазин также обыкновенно покупаешь все хотя и возвращаются часть денег так что начинайте экономить с умом вот я сейчас всю эту мелочевку все телефон не пришел на обзор микрофон сам покупал ледова через смартисы покупаю так что рекомендую ссылочку оставлю в описании переходите и регистрируетесь небольшая рекламка так идем на почту что за нас с рачки видим в деревне в плачевном состоянии у меня тут короткий путь дальше тебя получим покажу там еще нам говорили покажу нам про теплицу чего у нас там да как растет но и другие аспекты деревенской жизни тоже осуществлю но прицепчик новенький на нами тоже прицеп купить и все руки не доходят болен и то что руки не доходят все как-то у меня ним не получается планировал одну полета пришло и все по-другому переигралась так что ладно все пойдемте сейчас я покажу все на почту пришел упанька те объявления пишет посмотрим объявление уже награждение убительная просьба подтвердить право обладания земельным участком 1 07 20 год администрация речная конфискация земель идет вот такие дела это мелочевочка три штуки на пакет было взять что не взял ну ладно вот на пока это заполнять чего хочется у нас сегодня 23 июль или июнь 80 тысяч где-то твой вот смс так сейчас уберемся она смс будет сказать смс вот опять я тебе на 3 даю так пятьдесят шестьсот шестьдесят девять спасибо до свидания пять посылок пять штук мелочевка правда распечатаем за одним на пойдем я по центру пройдем то где доходимся по закоулкам так мне надо это солнышко вятки ехать завтра мы в шабалину на разгоняем по делам к юльке к родителям здорово мужики вы чё не косите сегодня ну-ка расскажите мне чё вас обязала администрация косить а вы хулиганы да просрочники чё это у тебя 62 год три копеечки нет конечно допускаю заберу на чё же они как жизнь все весь посел будет косить да не только въезд у больницы тоже чего упала он здесь видели этот пиво сломалась ножовка а это пример да она лично вашей администрации и вы пошли куда все понятно вышел меня ролик с критикой местной администрации что обочины не обкашивают администрация за мной наблюдают каждое слово фиксирует они всем не хочет статью впаять за оскорбление власти они же оскорбления нету я только на их не бездействие показываю ничего с ними бодаться я здесь живу вижу чё это как и все и она наняла вот ребят штрафников по нашему шли только 27 на нашем поселке будет работать бригада профессионал электромонтажников или монтажные работы это пожарный сезон здесь земельные участки конфискуют отключение энергии старое объявление ничего снова и решила она обкосить косить то решила работать то нечем бензопила говорит потекла сломалась не доделали порандук а бы мне посылки не потерять что-то не больно мелкие обойдем распечатаем юлечка поснимает посмотрим что там у нас здорово миша как жизнь замечательно виден это подкосили уже подкосили только на въезде а дальше по поселку не косят приказа не было как обычно пыль был запустить якобы работа ведется на местах а нифига не ведется уже блюдим все показываем я вчера ездили в этот на линск золото искать из-за кумены только заезжая что перед куменами и дорогу более-менее худо-бедно сделали а за куменами там до сумского района вообще дороги нет моего в куменах я не знаю раньше был асфальтный завод сами асфальт делали они могут в самих куменах дорогу отремонтировать понимаете при своем асфальтном заводе нынче по-моему он не работает уже не знаю почему и куменский район проезжаешь заезжаешь сунской район там дороги ремонтируются все делается на линский район заезжаешь там все четенько остановочки новые все делают бордюры в деревнях делают бордюры и эти тротуары я офигел нормально в куменский район заезжаешь как средневековье ни хера никакой работы не делается мне кажется тут местную администрацию все менять надо поставить молодых нормальных ребят и чтобы они район подняли ну да вообще это действительно такие контрасты проезжаешь и думаешь да что такое ни дорог ни остановок ни бордюров там не покосов ничего нет в самих кумен за эти омарку пойдете знаю никакая работа не ведется поставили к нам тоже главу администрации куменского и у нас ни хера не ведется идем домой погорельцам давал блок питания не блок питания повербанк говорит все как вы тут живете да без света ни света не тянет администрация ничем не помогла таки больше уже не ходили а чем она поможет у них до лампочки денег нет на лампочки даже и чё свет когда вам дадут как не знай когда это надо восстанавливать только через счетчика кабеля все сгалили надо еще покупать а крыши нет не знаю сколько мы проживем на крышу то медленно делают вас точно на главам подрядчиков понять хочу даешь объявление подслушано кумену на сайте за три дня тебя вы эту крышу поставили приехали и сутками бы работали здесь за наличку то долгая история у вас походу ну давай не подай духом я давай диалог наш ставлю тебя-то не будут показывать но хорошо вот такие дела туда нового года по ходу крышу будет делать надо было им это есть у нас группа подслушано кумены вконтакте объявление кинуть что требуется бригада крышу поставить за три дня будем поставили в принципе денег она собирали вроде все скидывают я еще дал и все а ходят два человека после работы по вечерам они долго будут ставить эту крышу фиг знает что-то юлечка тут ходит пользуясь случаем передай привет у нас куча посылок половину потерял пока шел пойдем распечатаем так распечатываем то ладно давайте мы сейчас покажем а тут микрофон юлька где то есть давай испытаем сразу же микрофон у нас микрофон испеть лично я попробую его сейчас сюда и мы звук сравним я покажу по моему здесь микрофон прочитали для коммерческого использования написано что ли фиг знает наверно он вот тут смотрел еще в кожаном переплете как обычно ссылочки оставлю в описании сейчас мы подключим петличку я взял потому что вот эта штука не сюда удобно особенно мягушкой я ее уже на эти на резинку да вот он сейчас мы его и протестируем мари какой кожаный кейсик думаешь кожа заменитель точно все равно приятно и так сейчас мы включимся с этого микрофона юлька выключай в общем друзья мои микрофон с роудом не работает с микрофонами road или road как gopro взяла политику что только с этими микрофонами распайка другая или микрофон но мы попробуем на другую камеру если нет она спор открою болен мне тогда микрофон нужен был иногда неудобного с этой штукой и так у нас еще вчера мы ездили в налинск сейчас яюль покажу зашли в деревню там в заброшенной деревне в субботу увидите ролик бот копали там все в орешнике орешник у нас здесь не растет в природе не встречается я выкопал куст и вчера привез кустик орешника весь все нормально вроде приживается но видно что ему тут еще адаптируется он ну что-то ему не очень нравится здесь дальше много было споров про теплицу теплица между прочим у нас приобреталась солнышко вятки фирма есть киры теплицы дам сарайчики не делают парники все делают там можете заказать спор шел какой что они растут огурцы с помидорами в комментариях половина в общем разделилась кто-то говорит растет кто-то не растет показываем научным методом ребята показываю свои помидоры помидоры уже сами видите какие моды не на растут видим все цветет помидорки есть также и огурцы еще маленькие но все завязи все есть так что кто писал что не растут балаболовы ребята действительно доверяй но проверяй есть русская поговорка у нас все растет смотрите это вот мы садили семечками вышло это уже саженцами тянется юлечка вот такую штуку натянула мы сейчас наверно распаковочку сделаем на большую камеру чтоб юлька зумировать могла сейчас посмотрим что там пришло нам ссылочки оставим в описании ну вот и тепличка все растет перцы только у юльки дрищевая но мне кажется она зря их у входа посадила их надо было вот там с той стороны хотя они тоже зацветают он но такие не гидры помех если с помидорами их сравнивали они вообще карликовые не нравится им здесь помидоры их задавили мы их другой теплицы потом посадим но как вам тепличка а мы еще делаем еще вот эту подсвечник я нашел мы июль наверно не показывали еще это ролик а может показывали да и вот сейчас юлька этот подсвечник используют мы свечку ставим на ночь если ночью холодно то свечка здесь горит и все и свечечка у нас топится из отапливает помещение зимой и где-то вычитал что можно это по зимой это ночью что свечку поставить и все смотрите проблема вот тогда правильно писали что на скотчем проклеить вниз вот этот вот делал по подрезе да вот это проклеивать скотчем для чего пойдемте багажу нам сейчас конечно это не исправить это на было на когда мы нам делали вот эти штуки я то и не знал надо было сразу же проклеить там понизу сейчас видишь это хер открутишь это у нас все уже подсыпано слизни заразы залазят и не он туда там подрезана скотчем не делала на и залезу уже две штуки залезли а прикиньте сколько через два года будет и они там дохнут не знаю надо как-то нам вот с этой стороны еще я смогу если чего подклеить а там тоже смотри ну да или чем-то замазывать и где-то еще здесь один вообще он сюда залез меня так что действительно будете теплицы ставить низ проклеивайте скотчем скотч наклеили раз и чтобы вот где шов у них чтобы они залезали у нас уже три слизня сидит их не достать все пойдем по ссылке распечатаем все раз ездили мы на линск накатали почти 200 километров а ой там такой мы там ездили красотень за 3 9 земель где людей нету такую деревню классную там нашли поснимали церковь стоит развалена субботу или выходные там постараюсь ролик сделать наснимали нам материалу можно две серии даже как в церковь эту обследовали лазили по подвалам потом покопали находки были вообще классные чудо солнце светит а про баню баню вот заключительный ролик у нас будет хотел сегодня но сегодня посылки да то есть а мы завтра с собой уедем завтра на ролика ребята не будет потому что я в шапали но 300 километров туда 300 обратно прокатаемся сутки мы целы ночевать не бомба на уж на у нас теплицы хозяйства так уже на ночь приедем сегодня только ролик послезавтра уже будет завтра не ролика вы не увидите уедем и про баню когда делали спрашивали вопрос как воду сливаешь но я уже поставил когда ставили будет ролик вода вода сливается и не как реализовано и все и она уходит а у меня слив сейчас покажу все кто-то говорил что от жары треснет нихера не треснет кто-то говорил и утапливать надо чтобы ниже было пола пол и так тут горячий тут банька маленькая в общем все замечательно баня функционирует мама не горюй моемся с юлькой почти каждый день вообще классно печь ермак рекомендую понравилось мне по сравнению которыми стояла у меня хотя тоже покупная было небо и земля и у меня вода уходит вот сюда дренаж сделано он ведь и труба дренажная стоит и сюда сливается а юлька на нам насос включить что-то у нас полный дренаж я вчера опять что-то отключал видеть насос там не одна резетка так иногда отключаю забываю включить так ну давайте по ссылочке посмотрим что там пришло микрофон ребята бракованы прислали на второй камере тоже не работает спор открою скажу присылай мне еще один не рабочий сейчас на эту на большую камеру воткнули шлеппендроз блин жаль 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 микрофон не нужен ну ладно этот вопрос мы решим давайте мелкие посылки сначала откроем там большая у меня здесь между прочим мобильный телефон 1 2 еще идет ну про мобильный телефон сейчас я вам расскажу посмотрим как обычно ссылки все оставлю в описании переходим покупаем а юлька она мой это пришла это значит такое это у нас в последнюю дверь не хватило светодиода у нас большой остался маленький в это в дверь я уже показывал у меня все светодиоды я заменил лампы на машине поставил светодиоды вот это последний светодиод дальше ты встань и наверно так-то над столом удобнее будет следующий момент здесь что он сейчас мелочевку все распечатаем посмотрим что тут у нас а так это это у меня тестовым и в общем тогда нам расскажу вам историю компания black view надо телефон было мне заслать раньше они просто сами напрямую отсылали а сейчас в связи с коронавирусом они отсылать не могут границы закрыты и не говорит мы только можем через алиэкспресс и соответственно сделай заказ через алиэкспресс а мы тебе вернем они цену минус ссылку мне на телефон скинули они не не так было я купил у них телефон они говорят ты сделать заказ на телефон самый последний который у него сейчас идет у меня там с тепловизором там helio p90 процессор у них такой где-то он уже здесь по россии ходит скоро бот и сделай заказ но говорит не оплачивай номер заказа нам пришли мы тебе на этот заказ до по моему трех долларов скинем цену ты купишь за 3 доллара телефон а мы тебе 3 доллара ты нам дашь карту и вернем вот такая схема сейчас у них покупок и я вот этот телефон точно также покупал что они говорят купи не оплачивай а как не оплачивать то я не знаю я выбирал через webmoney через вебмoney он говорит зарегистрируйся вебмoney ну на алиэкспрессе а я не регистрирую не то что не зарегистрировался я свой аккаунт не указывал на алиэкспрессе вебмoney и что получалось что товар так как будто уже заказом получался но не оплачен я номер и закидывая если карта у меня карта привязана карта сразу же по платежу автоматически проходит и я тренировался вот на этом сверле иногда бывает в пластике в чем-то на уже диаметр просверлить и думаю дай-ка я возьму для шуруповерта вот такую штучку между прочим удобно диаметр отверстия до 13 миллиметров сверлит и вот этот заказ я сделал пробный ну как это мне не оплачивая купить товар и вот это я купил так это мы сейчас положим юлечка тут все обозначить следующий момент здесь вот так здесь у нас этого я еще зимой покупал это у нас к l200 переходник со штатной магнитолы на любую магнитолу переходничок соответственно я думаю вдруг я музыку буду менять со временем и купил такой переходник но не знаем будем не будем менять если будем менять лучше кайта в сервис заедем в кирове в кирове много есть звука устанавливают начиная от вега салона который там тоже накосячил вам сигнализации но там цены больше еще есть автозвук 43 по моему мне посоветовали там цены вообще дешевенские ну и гораздо дешевле чем в веге и ставят качественно не знаю пока не до музыки нам у нас связи тоже с коронавирусом тут проблем мама не горюй и убытков а здесь только сразу же две посылки так что когда-нибудь может своими силами звук поставлю но своими силами не хотелось бы желание нету я люблю когда профессионалы все делают а здесь знаете еще июль покажи поближе сюда небольшие только пришли здесь вот такие штуки это блин я ведь маленький заказывал я вот такие короткие заказывал между прочим и даже можно на 2 распилить это в пайке я делаю в этот подлокотники к металлоискателям и много говорят отчеты без болтов делаешь ну как вот стандартные и соответственно решил попробовать пару моделей сделать подлокотников надо еще мне болтов к ним купить между прочим вымерить по размеру все вот это я буду впаивать ну как они с резьбой в пайке да и потом закручиваешь любой болт у меня сейчас шурупом они подстягиваются эти подлокотники а вот эти штуки только видите я обмекитился они более длинные хотя это не имеет значения у меня там штуки большие да где-то в появится а можно на две части распиливать у меня дремель есть как раз и гораздо больше металлоискателя попробую для пробу взял вот такие штуки для 3d печати для подлокотников чтобы было эффективнее здесь все личка здесь наверно такие же только маленькие точно вот я такие заказывал да покажи вот я сколько взял так что ребята скоро подлокотники наверное будут у меня усовершенствованы только еще болтов осталось купить под них ну и соответственно сейчас у меня подлокотник стоит без доставки 900 рублей усилены с этими штучками бот наверно 950 рублей накину немножко потому что тоже они денег стоят потестирую на в магазин съездить крепеж елька в кирове подобрает болтов по длине посмотреть я померю там по моему 5 сантиметров у меня сюда все сделать и уже будут у меня полный комплект так что касается мелких посылок что вас там не задержал давайте сегодня такой вот у нас обзорный здесь у нас телефон у ли афон рассказываю предысторию данного телефона у них есть там тоже флагманский телефон водозащищенный и мы с ними они говорят давай мы тебе пришлем все все хорошо договорились но у меня всегда флагманские телефоны и ходят и в самом последний момент с этим коронавирусом у них что-то там тоже сломалось и они говорят у нас сейчас на складе нет наличие водозащищенного телефона а уже там заказ-то сделал они говорят давай мы тебе наш этот отправим камерафон у них тут камеры типа сильно обыкновенный телефон покажи и я говорю ну давайте еще сейчас я вам покажу я уж не буду его там включать что это давайте мы отдельно сделаю я распаковку юлечкой снимет отдельным роликом я похожу с ним и это все в один ролик ставлю и расскажу как тут камера как тут что я просто вам внешний вид покажу и . зацените компания аукетель вернее даже не улефон я уже последних китайских производителей попутал мне все присылают эти телефоны аукетель точно они нам присылали помните тоже водозащищенный телефон а здесь у них не водозащищенный здесь у них медиас из они камеру сейчас сделали что мы имеем здесь на борту четырех ок так 8 ядерный процессор сенсор отпечатков пальцев дальше 9 android 10 ватт на беспроводная зарядка 10 ватт до charging или проводная в общем зарядка какая-то до беспроводная наверно камера 8 и 16 мегапикселей дисплей 20 к 9 здоровенный дисплей бездрамочный батарея 4000 миллиампера и распознавание по лицу по фейсу ладно это у нас отдельная будет история отдельный обзор они говорят покажи я им еще напишу то есть у меня ссылки надо на него я не знаю ни ссылок ничего нету напишу только что пришло ну ссылку наверно вам оставлю какой-нибудь на такой телефончик все равно а может не оставлю не знаю если найду там с ними переписку это мы еще покупали знаете когда в марте месяце вот с этим пандемией вообще долго это все так и делается с этим сейчас мир на грани кризиса в общем делов наделали они и клоуны с этой пандемии и все ладно все наверное на сегодня такое у нас будет посылочный ролик ну и показал все дела задерживать вас не буду завтра ролика не будет послезавтра я покажу все как баню потому что там все в нюансах просили показать чё как сделал там интересно мы как центровали эту трубу все ставили все будет все лайки комментарии спасибо кто смотрит мы продолжаем снимать радовать и снова увидим всем пока удачи удачи и и и и и и и и